Есть история о двух скупых в храме. Люди щедрые, находят друг друга, понимают друг друга, общаются. И скупые люди находят друг друга и конкурируют в скупости. И вот два скупых сидят в храме, ожидается сбор. Ну сбор не такой, как у нас, а на подносе, открыто видно, кто сколько жертвует. И один думает, я пожертвую копейку. То есть меньше уже нельзя. Интересно, сколько этот мой сосед пожертвует. Проходит сборщик, он кладет копейку, а сосед говорит, это за двоих. Ну вот, 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 вот как можно исправить этого человека? А исправить можно, друзья. Если покается человек пред Богом, Бог обязательно компенсирует. Обязательно даст понимание. То есть человек выпрямится. Да, он не может быть, не будет щедрым таким добряком, открытой душой, но он будет жертвовать не копейку. Он будет понимать, что у него этот недостаток. Господи, помилуй меня, помоги мне, прости меня. Дух Святой компенсирует все это. Человек трусливый становится мужественнее. Да, человек скупой становится добрее. Более того, это замечают окружающие люди. Но для этого нужно покаяться. Для этого нужно переоценить все. Повернуться к Богу. Стать другим человеком. Человеком, рожденным свыше. Повернуться к Богу.